Пригожин остался, по сути, без людей. Его главная проблема – вовсе не отсутствие снарядов, хотя это тоже общая проблема для всей армии российской, да и украинской, кстати, тоже. Главная проблема – то, что у него почти не осталось людей. Видимо, понял, что Бахмут до конца взять ему так и не удастся. Пошло уже большое количество времени, никакого продвижения дальше нет, там уже даже тяжелый участок, хорошо разращущённый. Пригожин понял, что он захватить это не может. И очевидно, как это уже моя догадка, что он придумал такой пиар-ход, что он не просто отступает под Бахмут, это же было как бы некрасиво, что типа не смогла я заявить. Поэтому он всё это преподнёс как то, что это провал Министерства обороны, который не дал ему снаряды, вот из-за этого ему приходится уходить. И для Пригожина это, конечно, очень плохой знак. Он проиграл эту конкурентную борьбу, и козырей у него уже больше в рукаве нет.